Всем привет, я Донис, мы продолжаем проходить Assassin's Creed Odyssey. Я тут подумал насчет ситуации с Варнавой и его дочерью, я неправильный выбор сделал. Подумаешь, какие-то боги там. Дочь наконец-таки нашла отца, отец уже не молодой, им надо вместе время проводить, воссоединить семью. Они любят друг друга. Что за дела? Так что я поменяю свое решение. Мои дома жизни спас... Тебя спасибо, что... Что ж, жизнь... Защищать дом, наше достояние, в память о ма... Я думал, что ты прислал... Боги прислали тебя, чтобы мы... Боги, какие там боги, блин. Обойдутся эти боги, главное отец, семья. Прислушайся к человеку, потерявшему семью. Такая возможность выпадает не всем. Не бросай отца. Папа, здесь и твой дом. Если ты однажды захочешь мирной жизни, возвращайся. Но пока сама Диметра не сожжет эти амбары, я знаю, что богам угодно, чтобы я была здесь. Ммм, а все равно остается. Но она сказала, что амбары сжечь. Может, это намек? Надо попробовать сжечь амбары, реально. Их как раз показывают сейчас. Она сильная, как мать. Я горжусь ею. Вот бы она передумала. Все может быть. А пока проплывая мимо этих земель... То же самое все, понятно. Надо попробовать сжечь амбары. Так, только у меня сохранение есть получше, когда я там победил лучше этого бойца. Да, ну-ка. Проверяем. Это ради тебя, Варна. Да! Все, сейчас загружусь вперед. А то обидно будет потерять прогресс. Я там пещеру одну вычистил. Ну и плюс этого в конце серии убил наемника. Неправильно их будет разлучать. Дочка странная какая-то. Боги не простят, блин. Дурная совсем. Вот. Нифига себе тут этих амбаров сколько. Офигеть. Жечь не пережечь. Ну, дело, конечно, гадкое получается. А если она узнает, что это я сжег. Я уже столько этих амбаров пережег. Зараза. Ладно, делаем. Ради Варнавы. И ее самой, между прочим. Глупо и она не представляет, какое прекрасное приключение отправиться. Это ради тебя, Варнава. Лишь бы ты об этом не узнал. А там задание какое-то. А, это и есть это задание. Понятно. Человеку убил. Нафига себе. Так. Боги, простите. Эх, да. Гад, как-то получается. Все ради Варнавы. Так, зажег я там. Да, засчиталось. Не может быть. Кто это сделал? Блин, ну... А, правду сказать. Как она отреагирует? Она будет его ненавидеть всю жизнь. Ммм. Тут нельзя правду говорить. Ну, вообще, конечно, гадкое дело я сделал, но у меня выбора не было. Игра заставила меня. Ммм. Стыдно мне. Ты просила Диметру послать знак. Думаю, это он. Ты должна быть рядом с отцом Леда. Диметра права. Как всегда. Остаться здесь, значит жить в прошлом. Мое будущее в море. Я буду жить, как должна была жить мама. На корабле еще есть место? Разумеется. Вроде хэппи-энда, вроде все пожгли. И люди теперь будут мучиться голодом. Офигеть. О, золотая, наконец-таки! Золотой сюжетный персонаж. По-любому надо ее выбрать. Только вместо кого? А вот вместо героя. Тут не особо большая разница, на самом деле. Вот. Прикольнее будет, если реальные персонажи, а не просто какие-то там... Болванчики. Отлично. Так, дальше я хотел заняться немейским львом. Вот. Арголида. Вот. Воронок Геракла. Вот. Воронки Геракла. Эх, идти придется долго. Ну, ладно. Долина снов. Там должна быть точка какая-то. Офигеть. Только посмотрите на это освещение. Туман. Свети луны. Я таких эффектов не видел еще. Офигенно красиво. Просто вау. Да, игра радует. Кроме. 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 красота слушайте это супер способность не замедление времени очень нравится и вообще-то долго довольно действует посмотрите сколько времени вот эта способность коню мчался же вперед до способности тут такие все продуманные востребованные как по мне реальный геймплей до такой степени а точен боевка ну просто великолепно вот святилища святилища склепия бога медицины лучше доверить лечение целителю они богу это он правильно сказал ты смотри-ка человек в те времена же так правильно думает не но между прочим как по мне во времена греции наука была лучше развита чем потом христианство когда пришло христианство ну и другие религии сильно очень отбросили развитие человечества очень сильно просто посмотрите на каком уровне было человечество времена греции рима даже александрия воплощение вот яркий пример христианство разрушила но не только христианство мусульманство тоже очень сильно по восточному миру ударила они же очень сильно развиты были древние персии вот эти все страны а потом мусульманство пришло и все пророк мухаммед самый главный не смей сомневаться все за нас уже продумано какие тебе науки думать нельзя слушайте ночь тут прекрасно прямо silent hill какой офигенный туманчик только посмотрите они великолепный движок сделали слышите юбисофт кто бы мог подумать не стоит здесь оставаться так вы находитесь близко к цели царь зверей сохранится сейчас будет великая битва на супер сложности мы кошмаре же играю ох не завидуя себе немейский лев запретная область я готов давай ублюдок красавец какой седой весь прожарься интересно у меня не маншет нет это было close почти как медведь сзади не может ничего сделать так секундочку а почему не а жизни так много восстанавливается что ли я что-то не так делаю почему меня жизни так мало вот так вот пропустил да ладно да слушайте не просто не просто и он как кошка стоит массаж делает лапами видели в конце не оно было бы прямо обидно если бы я победил с первого раза странно как-то нужно действовать осторожно нужно действовать осторожно а а а а а а а а а ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Так, ну давай, уходи, ублюдок. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Надо заранее все делать с ним. Очень заранее. Он резкий, как понос. Видите? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Там пещерка интересная. Так, я блок могу ставить против него? Вау, он еще и рыка меня. Не, блок, наверное, нет. Может, конечно, тайминг я не попал, но, по-моему, нет. Ой, это было опасно. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, хватит убегать от меня, мужик. Ух ты! И не бил, Джон! Очень опасный враг. Но этой сложности безумные. Он безумно опасен. Смотри-ка ты, я даже успел. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, куда ты? Покидайте бой. Хе-хе. Да ладно! Боже, как он летает. Ну, ему, по-моему, по-фиг это. Или нет? Да. Дзараза. И отходит, ты посмотри. На километр отбегает. Да! Ну, раз отбегаешь, то получай. Дистанционочку, дружок. Вот так вот, да! Ууу! Это было очень круто и сложно. Офигенно, когда удобная боевка и сложный враг. То есть в некоторых играх сложно из-за того, что кривое управление, как там в Резиденты Вэлли Третью, например. А тут идеальнейшее управление. До такой степени классный персонаж... До такой степени персонаж тебе классно слушается. То есть ты проигрываешь только из-за своих ошибок. Стрела последняя во лбу была. Очень сильный соперник. Еще другие львы ему помогали. Я не знаю, если рысь будет подобная. Там я не смогу, наверное, победить. Ну, посмотрим. Какая-то там ублюдская рысь. Так, ну что, очередную шкуру этой шкуре понесем. Но она еще не скоро сдастся, я так понимаю. И тут надо всю фауну истребить. Истребить. Тогда она будет довольна. Куда? На мой лут прилетел, зараза. Кстати, вроде как попал даже. Если бы он физически был. Града за голову? Это за то, что я козла убил? Так, ну все, тут ничего интересного нет. Немейский лев. Читухон из-за съем. Боже, как красиво. Жаль, ютюбчик немножко все-таки срезает. Как я не стараюсь качество выводить. И в 2К уже записывать. Все равно подъедает. Конечно, вживую, прямо на компе, это смотрится безумно красиво. Невероятно. Прямо сказка на экране. Так, и нам уровень 3,4 и далее. О, можно прокачаться. Вот это офигенная способность. 5 секунд, можно 7 сделать. Да, давайте. Хотя, разница 5-7 не такая большая. Раз сложность такая бешеная, надо увеличить броню. Чтобы поспокойнее игралось. Вот. Это сейчас самый взвешенный выбор такой. Если на той сложности для меня главное так было, то теперь иногда могут и ваншотнуть. А так с двух ударов убивают. И так может уже где-то с трех будет. Разница очень большая. Ресурсов дофигища. Вот оливу можно купить. И корабль попрокачивать. Что у нас там с кораблем? 300, 300, тут 500. Так, метательные копья. Кратстрел улучшим. Да, о, фиолетовые уже. Метательные копья. Ой, славно. Защита команды. О, тут дерево оливы не нужно. К мощности огня при подготовке. Прокачаем. Прокачаем. 15 тысяч. А куда эти деньги хранить? Все ресурсы отдаю. Защита золотая стала. А дальше... Боже мой, посмотрите на эту стоимость. 216 тысячи монет. 3 тысячи фиолетовых обсидиан, да? 9 тысяч шкур. 6 с половиной тысяч железа. It's a madness. Кстати, эмблема почти такая же, как на мышке Рейзер. Почти копия. Видимо, Рейзеры взяли из этой же оперы. Да, игра радует. Какая же ты здоровая. Охотник. Рада нашей встрече. Шкура Немейского льва. Прекрасно. Как и сам охотник. Сила. Ничто в сравнении с красотой. Даже Геракл стал ее жертвой. Своими речами ты поражаешь меня словно мечом. Ты еще ничего не видела. Неужели? Наконец-таки эта шкура пала. Слушайте, не зря я добыл столько шкур. Уху! И все. Офигенно. Ну ладно, главное, Алексиус доволен. Теперь будет бегать несколько часов. Лучше. Воевать лучше. Так, клинок. А для меня награда клинок какой-то там. Копис Пандоры. Вау! Урон животным. 50% Крона и 100% здоровья для прирученных зверей. Да, есть способность такая приручать. Вот этим вот кописом можно будет пользоваться, когда пойду опять на зверей. Крутая штука, крутая. Тут ублюдо где-то. Ну давай, сразимся с тобой. Мне нужна эта награда. Так, попробую молотом побоевать на этой сложности. Вот так вот, дружок. Понятно тебе? Все способности. Куда пошел, зараза? А замедление времени уже закончилось? Сраза. Нет. Так, тут можно блоки ставить, это не животное. Кто-нибудь, на помощь! Я привык отскакивать. Ну давай, подходи ко мне. Ну конечно лучше блоки ставить, что там? Ну давай. Отходит, боится меня. Я хотел, чтобы он отлетел. Ох, ты все равно ПА! как же красиво какая боевка офигенная слушайте просто великолепная кто бы мог подумать вот когда я проходил старой части мне в ассасине именно боевка не нравилось слишком к это аркадная была и какая тут вылезанная офигенная и смотрится классно это монтирую заглядываясь просто на это все играть круто новый наемник шикос так а это женщина мне больше ничего не скажет охотник я добуд не надо шкуру приносить так можно походиться на культистов задание выполнить дел миллион ну культисты довольно сложных местах находится как будет возможность тогда их убью метиленская акула вот ее можно так на сначала вот здесь от задания было где-то у нас афины вот вот здесь отсюда мы и пойдем это вот здесь от что-то надо сделать в лагере спартанцев это припасы сожгите припасы окей поможем афине нам они все таки все светло сеет разумная науку все дела спартанцы просто воюют война не будет двигать человечество вперед лучше мне уйти здесь слишком опасно да ладно когда ты таким трусом стал алексиус что это за слова такие это афина на тебя так повлияли холера или сложность думали что там все можно уже никого в плен не брать у меня жестоко людей я так понимает дальше по миссиям будут золотых давать лаки димон а а вот теперь головоломка как бы их убить чтобы они не заметили видите не хватает зараза вот так хватает даже труп исчезает он тут и подавно не хватит ну иди ко мне так бы он заметил сейчас никто ничего не заметил так припрячем труп не хватило урона офигеть видимо со сложностью увеличилось количество жизни врагов и от стелса теперь тяжело будет играть это не очень круто как бы этих кончить по-быстрому блин заметил ну что поделаешь даже так не пробиваю молотом холера блин зараза давай а серия так была видели я не воспользовался беги туда ты смотри что получается скотина теперь каждая битва это испытание красота затонувшие поныже ну-ка посмотрим меня уже по уровню все отстало урон убийцы урон воина сильно понижается ну ладно наденем броня то побольше будет урон охотника тоже больше все равно не хватает все равно не хватает ну зараза да стелс порезали конечно жестко сразу не хватит наверно ты смотри хватило повезло ну какого хрена ты пришел сюда пришла белладонна нету никого иди отсюда уходи вот именно ко хрена пришла теперь будет ходить и рыскать тут так еще цель какая-то понятно тройка осталась готова теперь наемница прибежит ну ладно давай сразимся с тобой смысл а почему замедление не работает красиво осталось пенелопа гулять какая она быстрая ой блин не то нажал что я делаю так надо менять оружие сейчас увидишь смотри что вытворяет пуху смысле это фильм какого хрена я вам помогаю ребята я давать задание выполняю это тупо да уж смысле уходит отсюда что значит дела поважнее классная последний удар а этого добить надо а или собрать этом что-то прочесть письмо от спартанского полимарха все равно ранил а вот зараза но я аж единицу жал причем много раз это странно работает хорош а все даже вот так вот если тебе нужны деньги я плачу больше чем кто-либо и я не знаю зачем я ее взял так раз была возможность блин бой стал очень тяжелый очень их же солдат блин спасаю неблагодарные а там письмо было надо прочесть спартанского полимарха вроде дам ну а письмо от жениха следы и таки твой отец оставил тебя а теперь ты остался без матери но у тебя есть я представь идеальную жизнь что тебя ждет ты будешь растить моих детей ухаживать за моими полями печь для меня хлеб ибо и женщина готова убить за такую жизнь что скажешь а это понятно ты это всемки ненавидят вот просто собрание того что они вот ненавидят поэтому мы их убили то есть в этой игре за такое убивают типа борщ иди варить повинен смерти женщина должна воевать мужик должен плиты стоять тем более в древней греции письмо спартанского полимарха этот человек геремос пытался проникнуть наши ряды и был пойман мы выяснили что он должен был сесть на корабль отплывающие в метилену может быть тебе удастся развязать ему язык выяснить у него еще что-нибудь посмотрим я боюсь как бы с этой сложностью слишком длинные бои не были такие уже сражения бесконечные так на этом серия заканчивается всем то смотрел благодарствую до встречи